Цена на золото на мировых рынках закрепилась на уровне 1790 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов Всемирный Совет. Золото недавно утверждал, что третий квартал текущего года был чуть ли не самым активным месяцем со времен отмены золотого стандарта. По мнению экспертов, это стало следствием того, что центральные банки Индии, Китая, арабских стран, Россия стали очень активны на рынке драгметаллов. Хотя они покупали золото ниже 1700 долларов за унцию, благодаря активной поддержке золото удалось подорожать. В последние недели уже в биржевые фонды золота наблюдается большой приток средств. Но опять же, это говорит о том, что и игроки на рынке биржевых инструментов, связанных с драгметаллами, они стали позитивно смотреть на рынок. Что любопытно, то, что розничные инвесторы, спекулянты средние и мелкие, пока еще к этому росту не подключились. Что вообще говоря позволяет ожидать, что рост будет устойчивым и сильным. Это такая характерная особенность рынка. Эксперты утверждают, что в 2023 году цена на золото будет увеличиваться довольно быстро. И это несмотря на прогнозируемые подъемы и спуски ставки Федерального резерва США. От Федерального резерва ожидают, что в следующем году подъем ставки за стопорится в районе 5-5-25%, после чего ставка начнет снижаться. Соответственно, в ожидании уже этого события, смягчения будущего денежной политики, спрос на драгметаллы растет уже сейчас. Это опережающий индикатор. Мне кажется, что мы ставим только в начале роста. Оно недалеко отошло от тех поддержек, которые обозначили центральные банки. И вполне возможно, что мы увидим цены и 1900, и 2000 за унцию уже в первом квартале следующего года. Продолжение следует...